Новая жизнь старого механизма, культура. Рисунок к статье. 2 марта 2015 года, 14.42, Стоповская Ольга, текст-фото-видео. Новая жизнь старого механизма. В конце февраля в Электротеатре Станиславской состоялась премьера спектакля «Синяя птица». Философскую пьесу-притчу «Синяя птица» Мариса Митерлинка, часто ставит в упрощенной редакции, как сказку для детей. Между тем, это самое яркое произведение автора, главные темы творчества которого – смерть и значение человеческой жизни, место и роль человека в обществе, в истории. Это может быть лучшая пьеса в 20 веке. Не только потому, что она учит верить в мечту и искать истинные блаженства, а потому, что она учит правильному мировоззрению, говорит о пьесе поэт и публицист Дмитрий Быков. «Синяя птица» в постановке Бориса Юхананова, художественного руководителя Электротеатра Станиславский. Это спектакль-трилогия, где мистический текст Митерлинка дополнен воспоминаниями старейших актеров театра – Владимира Коренева и Алевтины Константиновой – о военном детстве, о театральном прошлом, о любви, о фильме «Человек-амфибия» и многом другом. Сцены из сыгранных ими спектаклей проходят на фоне истории страны и судьбы театра имени К.С. Станиславского, сплетаясь с путешествием детей за «Синей птицей». Сказать, что спектакль потрясающий, ничего не сказать. Это подлинная мистерия двух пожилых актеров и целая плеяда мастеров, работу которых можно с уверенностью отнести к одному из самых прогрессивных направлений современного российского театра. На сцене возникают то фюзеляж Боинга 777 в натуральную величину, то циклопический холодильник, то интерьер музея советской истории, или инфернальное видение Красной площади, воплощенное художником-постановщиком Юрием Хариковым. Сложнейшая видеосценография Степана Лукьянова создает иллюзию перемещения от рая до ада и сообщает спектаклю дополнительные измерения. Зритель оказывается то в зимнем аэропорту, то в жарком баку, то в морской пучине. Воспоминания главных героев рождают ассоциации интермедии. Персонажи перетекают друг в друга, будто подчиняясь логике сна, в котором задействовано более 80 человек. Почти вся труппа, и сменяются 370 костюмов, созданных главным художником электротеатра Анастасией Нефёдовой. Звуковое решение, предложенное композитором Дмитрием Курлянским, представляет собой коллаж звуковых фрагментов из кино, академического авангарда, хитов прошлых десятилетий, золотой классики и духовных песнопений. Драматические сцены дополняются танцевальными номерами в постановке хореографа Андрея Кузнецова-Вячеслова, в исполнении пластической труппы и актеров электротеатра. Каждая часть трилогии – Синяя птица. Путешествие – Синяя птица. Ночь – Синяя птица. Блаженство – представляет собой отдельный спектакль, продолжительностью около трех часов. Можно купить билеты на три вечера подряд, либо растянуть удовольствие и смотреть каждый месяц по одной части. Все три вечера разные. Зрители, видевшие отдельные части трилогии, могут иметь полярные впечатления. Ткань спектакля «Сотка» на Борисом Юханановым как смысловой ковер из монологов, драматических сцен и интермидий. Первая часть трилогии – Синяя птица. Путешествие насыщено пластическими аттракционами. Полтора года труппа занималась Тадзи, а сенсей из клана Кавамура помогал актерам постичь традиции японского театра Но. Во второй части – Синяя птица. Ночь – Алифтина Константинова играет подряд две сцены из «Чайки», в которых она сначала предстает девочкой, а потом, на наших глазах, превращается в умудренную опытом женщину. Такое мгновенное безупречно сыгранное перевоплощение производит оглушительный эффект. Зрители плачут. Третий вечер – Синяя птица. Блаженство. Устроен как омаж советскому театру. Сцена из пьесы «Зарина палуба» про ночь любви на круизе по Волге перетекает в действо на арене цирка, а далее в тюзовскую по стилистике историю встречи Тильтеля и Метиль с блаженствами. Воспоминания Коренева о том, как он ездил по стране с творческими вечерами, создает спектаклю-рамку в стиле встречи со зрителями. После просмотра всего грандиозного действа срабатывает эффект сериала, хочется смотреть еще, не расставаться с удивительным миром «Синей птицы». Работа коллектива электротеатра «Станиславский» вызывает восхищение. Трупа, от которой уже ничего не ждали, продемонстрировала настоящие высоты мастерства. Борису Хананову удалось вдохнуть в старый театральный механизм новую жизнь. И театр, уподобившись героям «Синей птицы», после долгих лет поиска обрел счастье в родных стенах. Фото – Сергей Савастьянов. Слэш ТАС Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова